Йоу-йоу-йоу, ребята! Так, Саня из Самары, Саня из Самары, блин, Макс, Салоха, Санёк, Техасский электрический стул, клуб-подвал. Короче, подвал же, да, по-любому. Женский пляжный волейбол без мяча. Не знаю о существовании такой спортивной дисциплины, но знаю, что моя подруга Надя Комарицкая, она, кстати, есть в Инстаграме, может быть, мы с ней снимем какой-нибудь выпуск, потому что она со школы, как мы знакомы, занимается волейболом и сейчас тоже профессионально занимается волейболом пляжным. Они ездят там по всему миру, Испания, Бразилия, там куда угодно на какие-то турниры, выигрывают какие-то кубки, у них там команда, они супер-про. И почему бы не записать, потому что, в принципе, если есть запрос, я попробую уговорить их, чтобы они сыграли без мяча. Специально для тебя, друг. Я не понимаю, я в фокусе или не в фокусе. Лёха Набоков. Ай, блин, Семён или Коза? Кто сверху? Это Алексей Набоков рассуждает о замечательном петербургском графомане Семёне Маргунове, который играет на клавишных инструментах в ансамбле «Джанк Ярд Стори Телос» и о козе, точнее, козле, которую Семёну подарили в аренду на день рождения. Кто из них сверху? Я знаю, что козлы, в том числе и козы, не очень умеют лежать. Ну, типа, кроме как на бочку есть вот эти козочки, которых пугаешь, и они такие «Оп, мы умерли!» Но это на бочку, это получается сбоку. А что будет, если мы предположим, что Семён и козёл – это один и тот же человек? Мне кажется, вот и ответ на твой вопрос, Лёха. Семён Маргунов спрашивает меня, как правильно переходить с лёгких на тяжёлые, а я не знаю, что ему ответить. Я думаю, это как с дорогой, просто жди зелёный свет.